В эфире Радио Крым Реалии. Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днём сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее. Крым Реалии. Как разворачивалась борьба внутри самого государства и каким результатом оно пришло в первой половине 16 века. И обо всем этом я пригласил поговорить в нашу студию известного крымского писателя, ведущего и журналиста, конечно же историка, Алексу Гайворонского. Алекс, в прошлой программе мы затронули вопрос о вторжениях войск Большой Орды на территорию Крыма. В массовом сознании, да и нередко в исторической литературе, чего там греха таить, крымское ханство изображается как неприступная крепость, гарнизон которой держит в страхе окружающие земли, но сам является неуязвимым за высокой стеной перекопа. Однако вы утверждаете, что полуостров в сущности являлся такой же мишенью для походов степняков, как и земли Украины или России. Да и правителей Орды, в общем-то, тоже можно понять, кто же захочет просто так отпустить богатую провинцию. И вот первый вопрос. Что касается взгляда на Крым как на укрепленный гарнизон, способный производить тяжелое опустошение в соседних странах, но при этом сам остающийся недоступным для ответных ударов, то этот взгляд совершенно оправданный. Он обоснован многочисленными историческими источниками, потому что именно так дело и обстояло на протяжении большей части истории ханства. Причем сами ханы прекрасно сознавали это свое стратегическое преимущество, ценили его, умели им пользоваться и, соответственно, активно использовали в своей внешней политике. Однако такое положение вещей продолжалось на протяжении не всей истории ханства, от начала до конца, а лишь на определенном, хотя и весьма продолжительном, ее этапе, примерно где-то с первой половины XVI до первой половины XVII столетия. А до того периода Крымское ханство, да, действительно, оно и само являлось объектом нападений со стороны степей. Это гораздо менее известный аспект крымской истории. И на Крым редко смотрят с этого ракурса. Однако в конце XV-го первой половины XVI столетия Крыму действительно приходилось всерьез держать оборону перед набегами степняков. Но сравнивать эту ситуацию с положением Украины или, допустим, русских территорий будет не вполне корректным, потому что в случае Крыма были гораздо меньшими и продолжительность этого периода степной угрозы, и регулярность причиняемых набегами разрушений, здесь, пожалуй, гораздо лучше привести другое сравнение, а именно с древними и раннесредневековыми государствами, которые прежде существовали на самом полуострове. Ведь, получается, крымские ханы прошли тот же путь, которым до них на протяжении веков многих веков следовали правители всех прочих держав, когда-либо существовавших в Крыму. Все эти древние народности в разное время приходили сюда как завоеватели, но со временем становились, так сказать, детьми этой земли, обосновывались на ней навсегда, смешивались с народами, пришедшими ранее, и через некоторое время их общим потомкам уже доводилось защищать совместно полуостров от новых волн завоевателей. Взять, к примеру, хотя бы скифов, которые именно таким образом появились тут в свое время, сломив сопротивление предшественников, а уже через несколько сотен лет их общие потомки вместе выкопали перекопский ров, чтобы не допустить на полуостров новых пришельцев, сарматов. Ну вот подобным же образом и крымские ханы, чьи предки, чингизиды, в XIII веке силой завладели полуостровом и силой покорили себе уже обитавшее тут до того тюркское и разноплеменное прочее население, теперь, 200-300 лет спустя, и сами, подобно скифским и боскворским царям, отстаивали свою родину, где они укоренились, от нового наступления кочевников. Такое неожиданное сходство даже еще более укрепляется тем фактом, что ведь ханам довелось обновлять, доделывать и превращать в крепость тот самый ров на перекопе, который когда-то вырвали скифы. И вот эта закономерность исторической преемственности, эта закономерность повторяемости схожих ситуаций на разных этапах исторического развития, вообще весь этот незыблемый исторический закон, согласно которому любые гости, которые приходили на полуостров, рано или поздно сами превращались в, так сказать, аборигенов. Вот эти закономерности являются одной из самых примечательных черт и самых важных особенностей вообще всей истории Крыма. Вот. Ну а теперь, наверное, перейдем к следующей части вопроса, то есть к деталям о том, как в первые годы 16-го столетия продолжалось, разворачивалось и чем завершилась борьба Крыма за независимость от Орды. Чтобы правильно понимать расклад сил того времени, следует представлять себе, чем тогда являлась Орда. Надо сказать, это была уже далеко не та знаменитая империя 14-го столетия, то есть государство с определенной территорией, с границами, с таможнями, с городами, со столицей, с ханским дворцом и так далее. Потому что все окраины этой бывшей империи, и Крым, и Казань, и Прикаспийские степи, не говоря уже о ее бывших восточнославянских владениях, давно отпали от нее, и там уже формировались самостоятельные государства. Особое отдельное государство формировалось даже в самом столичном регионе Орды на Нижней Волге. В этом регионе, или как его называли Тахт-Эли, то есть в переводе «престольный край», формировалось Хаджит-Арханское ханство. И бывшая ордынская столица, город Сарай, постепенно превращался в руины, а на смену ему развивался новый столичный центр, город Хаджит-Архан, известный также как Астрахань. Там у власти укрепилась своя династия, очень близкие родственники последних ханов Орды. И вот эти новые астраханские правители решительно не желали, чтобы старые хозяева этих земель, то есть наследники прежних ордынских ханов, вернулись к власти в их регионе, которым они с успехом овладели. Таким образом, к рубежу 15-го и 16-го столетий Большая Орда представляла собой уже не территорию, не страну, а просто сообщество людей, без постоянного места проживания. Гигантскую толпу из нескольких десятков тысяч кочевников, с их семьями, жилыми поводсками, стадами. Во главе всего этого кочевого сообщества стоял хан по имени шейх Ахмед, который гордо титуловал себя великим ханом Великой Орды, подражая действительно великим ордынским правителям прошлых веков. И жить этому кочевому сообществу с каждым днём становилось всё сложнее, потому что Орде, в буквальном смысле слова, уже не оставалось места на карте. Ведь все оседлые элементы бывшего ордынского общества – мастера, ремесленники, торговцы, учёные люди и так далее – теперь жили на территориях этих новых формирующихся государств. А у ордынского хана под его властью остались лишь вот эти кочевые скотоводы, которым требовалось огромное пространство для сезонных миграций между пастбищами. Но в том-то и дело, что этих свободных пространств оставалось всё меньше, потому что теперь все бывшие ордынские кочевья уже принадлежали независимым тюркским государствам, и ордынцев там видеть никто не хотел. Местные правители просто гнали их прочь с оружием от своих границ. В этом плане не был исключением и Крым. Орда ещё с XIII века очень ценила богатейшее, привольнейшее пастбище в степях у Чёрного моря – на Нижнем Днепре, например, на Днестре, на Дунае. И на заре ордынской истории это была очень густо заселённая территория, где стояло несколько крупных ордынских городов. Кстати, отсюда и берётся всё это неимоверное разнообразие и обилие тюркских топонимов современной Южной Украины. И добавлю ещё, что все эти города и земли вокруг них запустили в эпоху ордынских усобиц, задолго ещё до возникновения Крымского ханства. Так вот, хан шейх Ахмед и его братья пытались пробиться к этим издавна знаменитым Нижнеднепровским пастбищам, но их туда не пускал Менглигерай. А вдобавок на их пути теперь стояла ещё и цепь днепровских крепостей, спешно возведённых крымским ханом. И вот отсутствие доступа к этим ресурсам стало угрожать Орде уже самым настоящим голодом. То есть вопрос покорения Крыма стал для ордынских ханов уже не просто делом престижа или делом сохранения целостности государства и, так сказать, ликвидации сепаратизма, а в самом прямом и буквальном смысле этот вопрос стал вопросом элементарного выживания. Потому в степях на материке начались серьёзные военные приготовления. Шейх Ахмед и его братья подошли к крымским границам и были готовы сражаться уже не на жизнь, а на смерть, потому что вопрос у них, повторяюсь, стоял уже не о престиже, а о выживании. А Менгли Герай со своей стороны противопоставил этой угрозе простую, но эффективную тактику. Хан был готов с превеликим гостеприимством позволить всем желающим кочевникам свободно пасти их стада, хоть на Нижнем Днепре, хоть у Днестра, хоть у Дунай, да даже на самом полуострове, но при одном непременном условии. А именно, все они, от Беев до простолюдинов, должны клятвенно и безоговорочно признать его своим ханом и впредь повиноваться исключительно ему. Неудивительно, что на таких простых условиях хан сумел переманить на свою сторону великое множество бывших ордынцев, и за счет этого число подданных крымского хана с каждым годом лишь росло, а количество подданных и, соответственно, войск ордынского хана, соответственно, уменьшалось. И завершилось это тем, что весной 1502 года, после, надо сказать, исключительной небывало лютой зимы, когда проблема выживания орды встала просто до невозможности остро. Так вот, весной 1502 года ордынский хан Шейх Ахмед снова повел свои войска из голодных степей, надеясь в этот раз уж точно пробиться и к Днепру, и к Крыму. И, готовя свой решительный бросок, он встал в том месте, где река Сулав впадает в Днепр. Сейчас эта местность расположена на территории Полтавской области и большей частью скрыта водами Кременчуського водохранилища. Амин Глигерай выступил ему из Крыма навстречу, ведя за собой не только собственное большое войско, но также, на всякий случай, и турецкий отряд с артиллерией. Описание битвы, которая произошла между двумя ханами у Днепра, не дошло. До наших дней сохранилась лишь краткая реляция Мин Глигерая, лишённая всяких подробностей, просто о том, что он победил. Однако, кажется, похоже на то, что никакой битвы и не было. По-видимому, как это уже случалось и прежде, изнурённые голодом и скитаниями кочевники, просто бросили своего бывшего повелителя шейха Ахмеда и перешли под власть крымского хана. А за ним они уже мирно отправились в те земли, куда и стремились изначально, только теперь уже как крымские подданные и как часть крымского войска. Ну, так или иначе, шейх Ахмед вывел на эту битву около 60 тысяч человек. А бежал он с поля боя, как известно, лишь с тремя сотнями сторонников. Ну, а что касается Мин Глигерая, то он захватил походный шатёр шейха Ахмеда вместе с престолом и по старой ордынской традиции сам принял титул поверженного им врага. И теперь Мин Глигерай и сам стал, как звучал этот титул, великим ханом Великой Орды. Я думаю, что эту дату, соответствующую примерно 15 июня 1502 года, и это место, там где Сула встречается с Днепром, следует знать и помнить, потому что это было выдающимся историческим событием. Ведь в этот день окончательно пала орда. И с этого дня длинная золотоордынская глава в истории Восточной Европы закрылась навсегда и окончательно. И в этом была заслуга крымского хана. Это радио Крымреалии. Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Как обойти блокировку Крымреалии? Не удается получить доступ к сайту Крымреалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик, на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крымреалии. Крымчане имеют право знать. Итак, в 1502 году власть Большой Орды в Евразийских степях пала. Окей. Но ведь святое место пустым не бывает, и политический вакуум в регионе должен был быть заполненным. Так? Период первой половины 16 века часто называют борьбой за наследие Орды. Я должен спросить, действительно ли это так? В чем заключалось пресловутое ордынское наследие, за которое стоило сражаться? И в чем заключался интерес Крыма, включившегося в борьбу за это наследие? Я бы не назвал ситуацию, возникшую после ухода Орды с исторической сцены, политическим вакуумом. Потому что народы региона, уже давно фактически освободившиеся из-под ордынского доминирования, вовсе не нуждались в какой-либо супердержаве, которая бы продолжала контролировать и сверху. И ни у кого из живущих в бывших ордынских владениях не было ни малейшей потребности в том, чтобы на смену ордынским ханам пришли какие-нибудь новые, так сказать, старшие братья. Потому что на данный момент в бывших ордынских владениях прекрасно себе формировались новые государства, и их единственным желанием было развиваться как можно более свободно и независимо. Другое дело, что действительно появились такие силы, которые стремились занять место ордынских ханов и тем самым унаследовать их верховенство над бескрайними территориями бывшей империи. Однако эти силы появились там не по причине некой объективной нужды, то есть не по причине какого-либо вакуума, а исключительно в собственных интересах. И этими силами были, с одной стороны, Великое княжество Московское, а с другой стороны Крымское ханство, правитель которого после 1502 года, напомню, носил номинальный титул Великого Верховного хана всей Орды. И вот две этих страны столкнулись в единоборстве по поводу того, кто же унаследует былое верховенство ордынских ханов над землями бывшей империи. Именно эта их схватка и называется в истории борьбой за ордынское наследство. Подробные причины, по которым в это соперничество включилась Московия, наверное, детальнее смогут объяснить исследователи, которые специально и углубленно занимаются русской историей. А я лишь кратко так обрисую, что продвижение московского государства на восток шло, конечно, как по соображениям экспансионизма, проявлявшегося весьма ярко, так и по соображениям предотвращения будущих угроз с того самого востока. Ведь 200-летний опыт ордынского владычества над Руссией научил относиться к такой угрозе очень серьезно. Но это что касается мотивации Москвы. Нас в данном случае больше, конечно, интересует мотивация Крыма. И вот мотивация Крыма отличалась от мотивации Москвы просто достаточно существенно. Во-первых, в ней полностью отсутствовал элемент экспансионизма, то есть стремление расширять территорию собственной страны за счет соседних. И это принципиальный момент. Если, к примеру, Московское царство, в точности как Османская империя, постоянно расширялось за счет захвата и покорения ближних и дальних чужих земель, то у Крыма этот вектор был исключен полностью. И это вовсе не потому, кстати, что Крым был таким себе ягненком среди волков. Ничего подобного. Когда Крыму требовалось эксплуатировать чужие ресурсы, то Крым шел и эксплуатировал их. И история крымских нашествий на Украину, Молдову, Россию и Черкесию переполнена документальными свидетельствами о том, как именно это происходило. Однако при всем при этом присоединять какие-либо территории и к своему государству правители Крымского ханства все-таки никогда не стремились. Таким образом, участие Крыма в борьбе за ордынское наследие, а именно за власть над тюркскими государствами, возникшими на месте распавшейся Орды, объяснялось вовсе не стремлением расширить свою территорию. И даже, как ни удивительно, не стремлением к эксплуатации ресурсов. Потому что нигде не тут данных, чтобы Крым, претендуя на волжское государство, пытался собирать там дань, налагать там налоги или имел какие-то экономические интересы. Как доказательство, весьма красноречива, например, выраженная позиция хана Мехмеда I Гирая, который в свое время предлагал московскому правителю Василию III совместно покорить хаджи Тархан. Хан пишет в своем письме в том ключе, что, мол, пусть тебе, великому князю, достанутся все богатства завоеванного города и соляные промыслы, и знаменитые еще с ордынских времен промыслы волжских осетров, а мне бы, цитирую, «лишь бы слава была, что город мой». Ну, такая фраза, такое пожелание может показаться наивным тому, кто не знаком с идеологией XV века. Однако, на самом деле, никакой наивности здесь не было и близко. И не случайно Василий III с возмущением проигнорировал это, казалось бы, невиннейшее и выгоднейшее предложение. Потому что та упомянутая в письме слава, которой желал им Хмед I герой и его отец Менгли герой, была ничем иным, как признание его прав верховного ордынского хана в столичном регионе Золотой Орды. А это означало автоматически номинальное верховенство не только над астраханскими осетрами, но и, по сути, над самою Москвой. И вот здесь мы подходим к нюансу, очень важному для понимания государственной политики крымского ханства на протяжении многих последующих лет. Как я уже попытался пояснить, эта политика определялась вовсе не экспансионизмом, а этой политикой двигло стремление Крыма обеспечить себе безопасность. Тем более, что другие ресурсы для достижения такой цели у Крыма были крайне ограничены. Вот эти соображения мотивации безопасности и, конкретно, безопасности с восточного направления были у Крыма, по сути, весьма схожи с московскими. Только тактический подход к решению этой проблемы у Крыма был совсем иным, нежели у его московского партнера, потому что на кону у маленького и легко доступного из степей Крыма было поставлено куда больше, чем у просторной и лежавшей в лесной полосе Московии. А именно, как показали события ордынской усобицы и позже ордынских набегов на ханство, Крым был, как это необычно прозвучит, чрезвычайно хрупким из-за своего небольшого размера и очень компактного заселения своей территории. И история не раз подтверждала, что если только вражескому отряду, даже не слишком большому отряду, удавалось хоть каким-то образом пробиться через перекоп, то этого было достаточно, чтобы такой отряд смог учинить на замкнутом пространстве полуострова сильнейшее опустошение. И это, кстати, вполне подтверждалось и позже, когда в Крым впервые вошли русские войска. Ведь ни в одной из его предыдущих и последующих кампаний на материке фельдмаршалу Миниху не удавалось оставить после себя такую дымящуюся пустыню, как у него это получилось сделать в Крыму в 1736 году. И вот в Крыму очень хорошо осознавали эту исключительную уязвимость полуострова и прекрасно понимали, что при таких исходных данных первый рубеж охраны крымских границ должен проходить за тысячу километров за перекопом, ибо если враг дойдет до перекопа, то будет уже поздно, и страну ждет Армагеддон. Однако при этом Крым не располагал той неисчерпаемой материальной, денежной, человеческой базой, которая позволяла бы ему, как Османской империи, железной рукой выстраивать и удерживать эффективную государственную и военную администрацию на этих дальних форпостах за многие сотни километров от столицы. И потому в общении с восточными соседями Крым избрал неординарную, наверное, на современный взгляд, тактику. А именно, не имея возможности силы искоренить потенциального противника, крымские ханы, ну, если можно так художественно выразиться, стремились сковать своих соседей в собственных братских объятиях. Но как именно они делали это? Мирным образом, мирным путем. А именно, через привлечение восточных соседей на свою сторону всеми возможными мерами и через создание с ними прочной системы союзов, договорных отношений, альянсов и династических связей. Вот выстраиванию такого всетюркского братства под сенью своего ордынского титула посвятил немалую часть своей жизни Менгли Герай. Я уже рассказывал только что, как он бескровно переманил под крымскую власть, а стало быть и в крымское войско, несметные улусы бывших ордынцев. Этими мерами Менгли Герай собрал, так сказать, под своим крылом значительную часть бывших подданных Орды. Этой своей победой над шейх Ахмедом Менгли Герай, безусловно, был в значительной степени обязан тому, что на его сторону от ордынского хана переметнулся Бейтавакул, старейший народа Мангыт, соответственно, со всеми его тоже многочисленными улусами. А род Мангыт, как уже шла речь в первых передачах, напомню, был могущественнейшим среди кланов еще той прежней Золотой Орды. Этот род имел ответвление во всех новых пост-ордынских государствах. И часть этого рода в процессе распада Орды даже создала собственное государство, Мангытский Эль, или, как его называют в книгах, Большую Ногайскую Орду, которая располагалась в степях у Каспия и имела свою столицу на реке Урал. Так вот, за этой крупной политической победой Менгли Герая последовала и другая, не менее крупная. Женившись на сестре Тавакула по имени Нур-Султан и усыновив ее двух взрослых сыновей, Менгли Герай вскоре добился того, что эти дети стали ханами Казанского ханства и, стало быть, признавали прерогативы крымского правителя как своего названного отца и верховного покровителя. А после смерти Менгли Герая его сын Мехмед I Герай достиг даже еще большего. Он посадил на Казанский престол уже не названного сына или брата, а собственного младшего родного брата Сахиба Герая. И таким образом Казань оказалась уже в прямой династической унии с Крымом. А когда на мангытов в Ногайской Орде в их степях напали с востока казахи, то Мехмед Герай приютил их в своих владениях и добился также еще и того, чтобы и Ногайские беи признали его своим ханом. А затем он, наконец уже собрав 250-тысячное войско своих сторонников, заявал их Аджи Тархан, воплотив, наконец, свою мечту о славе верховного повелителя ордынских земель тем, что собрал их все под руку Крыма. Ну, я не буду сейчас забегать вперед и касаться того, насколько продолжителем был его успех. Сейчас главное другое. Я хочу проиллюстрировать, что Крым считал залогом собственной безопасности вот эту династическую унию всех земель Великой Орды под верховенством единого верховного покровителя, то есть крымского хана. А средством к достижению этой цели Крым считал прочную систему мирных соглашений и династических союзов, которые скреплялись в том числе и брачными отношениями со всеми этими своими номинальными вассалами. Ведь действительно это легко понять. Если ты умением и терпением превратил своих соседей в своих братьев, сыновей, друзей и добрых слуг, то шанс войны с ними, хотя может и не исчезает целиком, но во всяком случае существенно снижается. Ну и так, я думаю, могу подытожить уже. Крымским ханам на некоторое время удалось аккуратно выстроить на далеких восточных подступах своим границам тот порядок, который, как они рассчитывали, надолго обеспечит Крыму мир с восточного направления. И эти их надежды в определенной мере, конечно, оправдались. Однако не забудем, что ведь у Крыма был мощный и очень активный конкурент в лице Москвы. А при наличии такого серьезного конкурента, это достигнутое шаткое равновесие, понятно, что не могло устоять сколь-нибудь долго. Это радио Крымреалии. Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Ищите сайт Крымреалии в интернете. Наши страницы в Фейсбук, Твиттер и Вконтакте. Наши видео и фильмы на Ютуб-канале Крымреалии. Крымчане имеют право знать. Мы уже говорили в прошлый раз, что разгром Киева в 1482 году был следствием союза Крымского ханства с Великим княжеством Московским на фоне общего врага. Но вот Орды не стало. И насколько прочным оказался этот союз в новых обстоятельствах. Когда и как Крым и Москва превратились в непримиримых соперников, и почему крымские походы на московское государство стали обычным явлением. Я бы хотел высказать такую мысль, что называть Крым и Москву непримиримыми противниками, это, пожалуй, в некоторой степени все же преувеличение. В большой международной политике и тогда не было, да и сейчас нет такого понятия, как непримиримые враги. А есть такие понятия, как государственные интересы и текущая политическая ситуация. И если ситуация объективно складывалась так, что интересы Крыма и Москвы временно совпадали в каких-то аспектах, ну, допустим, в аспекте наступления на польское королевство, то правители этих стран, еще вчера люто враждовавшие, начинали общаться между собой весьма любезно и действовать на фронтах гармонично и слаженно. На этом ведь самом принципе основывалось и былое братство Крыма с Московией в период их совместной борьбы против Орды. Но вот когда Орда сошла с политической сценой, и когда каждая из этих двух, держав победительниц, то есть Крымское ханство и Московское государство, сама стала претендовать на ордынское политическое наследие, то, конечно, естественно, что союз их распался, потому что государственные интересы у них более не совпадали. И вот тогда каждая из двух сторон начала выстраивать политические конфигурации различные с целью одержать верх над своим конкурентом. Ну вот, например, какова была стратегия Москвы. Твердо убедившись, что Орда окончательно ушла в прошлое и уже не представляет собой угрозы и никогда не сможет в будущем угрожать, московские правители начали активно привлекать на свою сторону остатки еще существовавшей ордынской знатии, в частности, близких родичей ордынской правящей династии. И всячески продвигали именно эту ордынскую ветвь чингизидской фамилии, ну, конечно же, в противовес крымскому ответвлению чингизидов – гераям. Так, например, московские правители отобрали Касимовский юрт у потомков Нурдивлета, брата Менглиги-герая, и передали эту территорию под контроль ордынских царевичей. Точно так же они поступили и с Казанью, на престоле которой вместо названных сыновей крымских ханов тоже был посажен представитель ордынского династического гнезда, ну и так далее. И цель этой политики совершенно ясна, а именно противопоставить амбициям крымских ханов, которые теперь претендовали на верховную власть над всеми волжскими владениями бывшей орды, противопоставить им другую династическую альтернативу, которая тоже имела право на такие амбиции, и которая тоже была не менее законна в глазах местного населения, однако которая, в отличие от Крыма, не имела никакой собственной силы и целиком находилась под московским контролем. Вот это привело к коренному перелому в отношениях Москвы и Крыма. Когда Василий III посадил на Казанский престол взамен прежних ориентированных на Крым ханов своего ставленника-марионетку из числа ордынских царевичей, хан Мехмед I Герай решил положить конец этой тревожной тенденции. И в 1521 году он вышел в поход на Москву и без особых помех достиг ее. Великий князь Василий уклонился от боя, а хану из-за беспорядков в Крыму пришлось спешно прерывать этот поход и возвращаться домой, то есть особых плодов в Крыму эта компания не принесла. Однако она очень четко проиллюстрировала, что конкуренция в борьбе за ордынское наследство между Крымом и Москвой достигла нешуточного накала. И она засвидетельствовала также, что интересы вот этих двух бывших союзников на данном этапе развития политической ситуации больше уже не совпадали и, более того, разошлись в абсолютно разные стороны. Это радио «Крым Реалий» в эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Свобода – это право быть самим собой и право делать выбор. Человек получил от Всевышнего это право, и это то, что уникально у человека. Право свободного выбора. Мы каждый раз, каждый день выбираем между добром и злом, между тем пойти вперед или пойти назад. Эта свобода, она наделяет человека этим правом. Но свобода неотделима от ответственности. То есть мы свободны в своих поступках, но мы должны понимать, что за этой свободой будет всегда плата за нее. Я просто желаю, чтобы мы все были свободны и делали правильный выбор. Ну и, наконец, кроме Москвы и Крыма на арене борьбы за ордынское наследие действовали ведь и другие силы. И, естественно, что попытка восстановления Золотой Орды под властью Гераев приводила крымских ханов к необходимости взаимодействовать с повелителями Казани и Хаджи Тархана, более известного нашим слушателям как Астрахань, ну а также с Ногайской Ордой. Вот как складывались взаимоотношения постордынских государств в этот период? Стали ли они союзниками в борьбе против общего врага, против Москвы? Или, наоборот, оказались непримиримыми конкурентами за ордынский трон? И, наконец, каков был исход, каков был конец этих осколков некогда могучей империи? Удалось ли им сохранить самостоятельность? Или они все-таки пали под натиском врага? Тут видите как, на отдалении прошедших веков, когда мы давно уже знаем, с чем все закончилось, мы называем Москву, как вы и сказали, общим врагом постордынских держав. Ну, Казанского ханства, Астраханского ханства, Ногайской Орды, Крыма, безусловно. И мы так называем ее, конечно, с полным основанием, потому что знаем, что в конце концов Москва силой покорила и завоевала эти три волжские державы. Однако, когда этого еще не случилось, не произошло, далеко не все в самих этих государствах считали Московию своим врагом. Более того, там был распространен взгляд на нее как на союзника, который способен защитить эти страны от крымских претензий на верховенство над ними. Ну, либо по меньшей мере на нее там смотрели как на меньшая из двух зол. На Волге ведь было не так-то и мало правителей и знати, которые считали далекую Москву гораздо менее значительной угрозой для своих государств, нежели Крым. Так считали, например, потомки Ордынской династии. Ведь крымские ханы, как только им удавалось распространить свое политическое влияние на какую-нибудь из бывших ордынской территории, первым делом старались заменить там своими родственниками или ставленниками былую ордынскую династическую элиту. А Москва, наоборот, относилась к этим осколкам ордынского правящего дома с симпатией, с сочувствием. Она сажала их на высокие посты, которых они никогда не сумели бы добиться сами. И потому те прослойки в верхушках волжских государств, которые были связаны с ордынской династией, зачастую относились к Москве отнюдь не как к врагу. Ну вот, яркий пример. Правитель Астраханского ханства хан Джанибек, ближайший родич последних ордынских правителей. Он прекрасно понимал, что ему, вот как раз по причине его происхождения, не сдобровать, если Крым распространит свое влияние на Астрахань. А московский правитель, наоборот, сочувствовал ему и тайно поддерживал. И когда Мехмед I, герой, к примеру, выступал в свой московский поход, он ведь звал Джанибека вместе с собой, но тот, конечно, отказался, потому что вовсе не хотел вредить своему единственному потенциальному союзнику в противостоянии, так сказать, крымской гегемонии. И даже более того, пока Мехмед I, герой, воевал в Москве, хаджи-тарханское войско, в его отсутствие, ворвалось в Крым и разграбило страну. И крымскому хану пришлось немедленно прекращать свой поход, разворачиваться назад и спешить домой. И когда через полтора года Мехмед I, герой, в отместку сам выступил на Астрахань и завоевал ее, и Джанибеку пришлось бежать, то триумф Мехмеда, герой, не продлился даже нескольких месяцев, потому что его тут же, в Астрахани, предательски убили беи вот этой большой Нагайской орды, которые с полным на то основанием опасались, что крымский правитель лишит их независимости и поставит над ними ханом одного из своих сыновей. А надо сказать, что волкские Нагайцы предпочитали обходиться без ханов и вообще не признавали никаких ханов над собой ни в ордынские времена, ни тем более теперь. Ну а после того, как Мехмед Герой таким образом погиб, завоевские Нагайцы и астраханцы совершили успешный набег на незащищенный Крым и разграбили полуостров снова, и восстановить там порядок следующему хану, садету первому Гераю, удалось уже лишь только с помощью турок. Вот видите, насколько сложной была расстановка сил. Она вовсе не укладывается в такую упрощенную схему общего противостояния тюркских государств российской экспансии, потому что сами эти государства были вовсе не примитивными кочевыми сообществами, а достаточно сложными и развитыми политическими организмами, значительно отличающимися друг от друга. В этих государствах существовали разные мнения, разные партии, которые, исходя из своих интересов, ориентировались, соответственно, на разные центры влияния. Одни на Крым, другие на Москву. Ну, ориентация на Москву помогла, конечно, некоторым представителям местной элиты удержаться у власти лишнюю пару десятков лет. Однако последующие десятилетия показали, что в конечном счете такая ориентация на Москву оказалась ошибочной стратегией. Даже не просто ошибочной, а роковой и гибельной для всех этих государств. И если возвращаться к описанию следовавших далее событий, то Крым, даже несмотря на это поражение Мехмеда Герая, еще не раз достиг успеха в этом противостоянии с Москвой за влияние над волшскими ханствами. Например, род Гераев сумел вернуть себе трон Казанского ханства, где у власти укрепились сначала Сахиб Герая, затем его племянник Сафа Герай. Но вот в 1550 году османским визирям в Стамбуле крайне некстати вздумалось непременно посадить на Крымский трон своего любимца Девлета Герая вместо слишком гордого и независимого Сахиба Герая. Это привело к кровавому дворцовому перевороту Бахчисарая, а также к тому, что Крым, занятый сменой власти, на несколько лет просто выпал из процесса борьбы за ордынское наследство. А Москва не теряла времени и воспользовалась этой крымской сумятицей. В 1552 году она силой захватила Казань и новый хан Девлет Герая ничем не смог помешать этому. Хотя вся Казань молила Крыма подмоги. Но Крыму, как я только что говорил, было не до Волги. А затем примерно такая же история через четыре года повторилась и в Астрахани. Девлет Герая добился было, что новый правитель Хаджи Тарханского ханства стал наконец союзником Крыма. Но и этот успех был недолгим, потому что Москва вскоре добралась и сюда и захватила город и ликвидировала ханство. Ну, вполне логично задать вопрос, почему Девлет Герай не смог защитить своих тюркских соседей на Волге? Ну, во-первых, не забудем, что падение Волжских ханств пришлось на момент внутренних потрясений в Крыму, когда хан, не вполне честно пришедший к власти, был еще малопопулярен в народе и неуверенно чувствовал себя на престоле. Он лишь потом станет популярной фигурой в своей стране. А во-вторых, здесь таки отчасти сыграл свою роль фактор отношения к Москве со стороны Турции. Но здесь мы снова возвращаемся к самому первому вопросу, с которого началась наша беседа, то есть о тех представлениях, которые сложились в общественном сознании относительно различных стран. Так вот, по поводу Турции общественное сознание, ну, наверное, основываясь на свежей памяти о русско-турецких войнах в 17-19 столетиях, уверенно считает Турцию извечным и лютым врагом России. Но ведь так было не всегда. В 16-м веке Москве и Стамбулу по сути было еще не о чем спорить, потому что зоны их экспансии пока что еще не встретились и не столкнулись. Зато с самого начала у обеих этих держав был общий и весьма серьезный враг Польша. Потому Турция, нуждаясь в русской помощи против поляков, поначалу, надо сказать, довольно неприветливо смотрела на враждебные шаги крымских ханов в сторону московского государства. Так было, с московским походом Мехмеда Первого Герая, который выступил на Москву вопреки прямому запрету османского султана, который настаивал, чтобы хан вместо того направил свои войска против польского короля. Вот и Девлет-Герай, наблюдая за падением волжских ханств, конечно, понимал, что в большую войну с московским царством Османская империя откажется ввязываться при любых обстоятельствах, потому что ей это невыгодно. А без турецкой помощи разгромить Москву было уже едва ли возможно, потому что к этому времени стал уже постепенно проявляться вот этот дисбаланс в уровне русских и крымских вооружений. Дело в том, что в Москву в ту эпоху начало постепенно уже проникать европейское огнестрельное оружие, тогда как крымская армия все еще вооружалась по старинке, по ордынскому образцу, делая основную ставку на многочисленную, но крайне легко вооруженную конницу. У турок, в отличие от крымцев, был примерный паритет с русскими в этой гонке вооружений, и, как мы уже говорили прежде, турецкие пушки в свое время очень помогли Крыму в борьбе с ордой, и с тех пор огневая мощь ханского войска всецело находилась в руках османских отрядов, которые выделял ханам из числа своей несметной армии сам османский султан. Но вот в этом и коренилась серьезная проблема, потому что когда Турция по каким-то соображениям не могла или не хотела делиться своими солдатами, тогда в распоряжении ханского войска оставались лишь их собственные луки, сабли и в лучшем случае малочисленные и дефицитные ружья, а собственных артиллерийских подразделений крымские ханы так никогда и не создали, потому что султаны совершенно сознательно предпочитали держать всю огневую мощь Крыма на всякий случай под своим контролем. Этот неестественный дисбаланс продолжался до самого конца истории крымского ханства, и в 18 веке он имел просто катастрофические последствия, но об этом мы поговорим когда-нибудь позже. в том, что с Москвой трудно бороться без помощи турок, Девлету первому герою довелось убедиться и на собственном личном опыте. В 1571 году, воспользовавшись необычайно успешным стечением обстоятельств, хан смог не только без особых помех дойти до Москвы, но и сжечь ее. Описания очевидцев этого события, главным образом европейцев, полны величественных живописных картин пылающей Москвы, которая сгорела дотла быстро и ярко. Однако этот поход в точности как московский поход Мехмеда Первого Гирая за полвека до того не принес Крыму тоже ровно никаких результатов. Вернувшись с победой домой, хан в письмах гордо приказывал царю немедленно очистить Казань и Астрахань, а тот отвечал смиренно, униженно, но на деле вовсе не спешил выполнять ханские требования. И когда на следующий год Девлет-Герай, ничего не дождавшись, снова отправился подкрепить свои требования очередным разрушительным ударом, крымское войско на пути к Москве встретило уже не разбегающихся в панике холопов, а отлично подготовленный на немецкий манер колесный Вагенбург, а также войско с обильным огнестрельным вооружением и, соответственно, с целым ураганом свинца. То есть разница в уровне вооружения уже начала сказываться. Хан утратил в этом бою множество воинов, потерял убитыми одного из своих сыновей, одного из первейших беев, словом, вся эта кампания завершилась для Крыма печально, и знаменитое сожжение Москвы никаких выгод крымскому государству не принесло. А в 1588 году на крымский престол взошел Гази Второй Герай, сын Девлета Первого Герая. Это был представитель уже другого поколения. До своего прихода к власти Гази Герай накопил богатый боевой государственный опыт, причем не столько в Крыму, сколько в Турции. И, соответственно, этот хан был довольно-таки далек от волжско-ордынской проблематики. Пройдя хорошую выучку при Султанском дворе, Гази Герай отдавал приоритет совершенно другим направлениям внешней политики, и, будучи подобно своим османским учителям, хорошим стратегам и трезвым прагматикам, просто не видел смысла в дальнейших казуистических спорах за поволжские территории, которыми Крым в реальности никогда не владел, да и владеть не собирался. Гази Гераю был куда понятнее османский экспансионизм, которому он и сам немало послужил, воюя за султана на фронтак за тысячи километров от Крыма, от Стамбула, и, став ханом, он гораздо больше интересовался не символическим верховенством Крыма над волжскими ханствами, а установлением реального контроля Крыма над Молдовой и Валахией. В отличие от предшественников, которым на Волге было достаточно одной лишь пресловутой славы, он хотел собирать в Молдове реальные налоги, он хотел напрямую использовать тамошние экономические людские ресурсы, то есть это была политика не традиционно крымского, а уже типично османского, даже экспансионистского типа, и хотя сами османы относились к этим его претензиям в Молдове очень ревниво, и отношения с ними у хана порой складывались непростые, все-таки по своему мировоззрению они были куда ближе и понятнее Гази-Гераю. Спустя 21 год после похода своего отца на Москву Гази-Второй Герай повторил попытку штурма русской столицы и столкнулся снова со столь же мощным отпором. Будучи более опытным воином, чем его отец, он очень быстро оценил обстановку и отступил без тех потерь, которые довелось потерпеть Девлету-Гераю. А вскоре он заключил и мир с царем. И в этом мирном договоре хан уже не только не требовал Волгу и не вспоминал о ней, но даже признал за московским правителем титул царя. А это был исключительно важный нюанс, который, я думаю, даже требует особого пояснения. Но дело в том, что европейская, русская и ордынская системы титулов правителей конечно не тождественны друг другу. Это не одно и то же. Но в целом некие соответствия между ними проследить все-таки можно. Ну вот, например, европейскому королевскому титулу соответствует русский титул царь и ордынский, ну и, соответственно, крымский титул хан. Тогда как московскому и литовскому титулу великий князь в европейской системе соответствует герцог ближе всего, а в ордынской бей, точнее, улубей, большой бей. То есть правители московского великого княжества, великие князья московские, отроду не имели прав на царский титул. Однако Иван Грозный, покорив себе два государства, ханские титулы правителей, которых были выше его собственного великокняжеского, то есть, как называли эти государства русские, царя казанского и царя астраханского. Так вот, завоевав эти два царства, он обрел право и сам уже называться не великим князем, а царем. Основанием для этого были те же самые старинные ордынские традиционные обычаи, согласно которым имен Глигерай, победив последнего ордынского хана, стал в своих документах титуловаться уже не просто хан, а улу-хан, то есть великий хан, или приводя отдаленные европейские аналогии, стал уже не королем, а императором. Так вот, дипломатический спор Москвы и Крыма о том, признавать ли за русским великим князем его новый царский титул, был совершенно равносилен тому, признает ли Крым фактическую принадлежность Москве, Казани и Астрахани, или он не признает этих завоеваний. Этот спор тянулся около сорока лет, и закончился он тем, что Гази Второй Герай все-таки признал царя царем, и на этом, сугубо формально говоря, точка в борьбе Крыма и Москвы за Ордынское наследство была поставлена. Ну, можно было бы сделать вывод, что в многолетнем споре двух держав победила Москва, ну и в тактическом отношении это действительно было так, однако в стратегическом отношении та цель, которую Крым ставил перед собою, вступая в борьбу за Волгу, все-таки была достигнута в полном объеме. Ведь в эту борьбу Крым ввязался, как я уже многократно подчеркивал, не из экспансионистских, не из колониалистских соображений, а исключительно из желания устранить угрозу своей независимости с Востока. И если отсечь детали и частности, то в сухом остатке Крым получил именно то, что ему и требовалось. Ведь после русского завоевания Волги Крыму стало попросту некому угрожать с Востока, потому что все враждебные государства там исчезли, а самой Московии Крым пока что не боялся, ни с восточного, ни с северного направления. Потому что русская армия, хотя она и стала по уровню вооружения уже превосходить крымскую, хотя она и научилась эффективно обороняться и потому прямых столкновений с ней крымцы старались избегать, но даже при всем при этом вот эта хорошо вооруженная русская армия не обладала ключевым свойством ордынского и крымского войска, а именно она была маломобильной и неспособной к дальним передвижениям. Если представить, что такая армия каким-нибудь сверхъестественным образом смогла бы появиться у Перекопа, то был бы еще, конечно, вопрос, смог ли бы устоять Перекоп перед ее натиском. Но в том то и дело, что на тогдашнем уровне своего развития русская армия ни при каких обстоятельствах не могла добраться до Перекопа. Она не смогла бы пройти даже половины пути туда, будь то от Астрахани или от Тулы. И именно поэтому, по сути, для Крыма не было великой разницы, кто ныне владеет Волгой. Потому что кто бы теперь не владел ею, в любом случае, с этого направления крымское ханство могло теперь чувствовать себя совершенно спокойно и абсолютно безопасно. Потому что Орды уже не стало, а Москвы Крым пока еще не опасался. Вы слушали крымские истории в диалогах Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио Крым Реалии. Ни в коем случае не переключайтесь и скоро мы продолжим наше обсуждение истории крымского ханства с Алексей Гайворонским. До скорого. Редактор субтитров 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 Редактор субтитров